Вы же не могли не слышать заявления как некоторых политиков, так и аналитиков о том, что партия ШОР ведет тайные переговоры с Игорем Дадоном, о том, что будет новое парламентское большинство и что нехватающих голоса доберут у вас в вашей промолдове. Вы уверены в своих коллегах? Вы знаете, я видел, что мои коллеги прошли через очень многое за все это время. Я видел, что госпожа Бакалу, как на нее давили, ее мужа арестовали, ее мужа выгнали с работы. Только потому, что она, госпожа Елена, является частью команды промолдов. Я видел, как госпожа Руксанда Главан, ее мужа арестовали тоже по причине, что она была невыгодна определенным политическим кругам. И когда она перешла в промолдове, ей напомнили, что ей будет очень нелегко. Я видел, как еще другие многие мои коллеги прошли через это. У одного из моих коллег сына хотели арестовать. На него завели несколько уголовных дел, не имея абсолютно никакой причины или оснований для этого. Эти люди выдержали. Я думаю, что 2-3-4 недели они выдержат и других напоров или других давлений, которые могут на них оказывать одни или другие стороны. Я также уверен, что никакой политик разумный, который думает о завтрашнем дне, не будет делать посмешных каких-то шагов, даже если на него так давят. Зная о том, точно, потому что я глубоко уверен, что через 2 недели, а если не через 2 недели, а через 4 недели, этот президент пойдет в историю. Ну, это будет решать молдавский народ. Не мы с вами здесь, кто будет президентом. Мы с вами здесь будем выяснять все-таки, так будет у нас новое парламентское большинство? Конечно, будет. Но без ваших коллег из ПРО Молдова ваша группа останется... Нет, без наших коллег не будет другого политического парламентского большинства. В таком случае о каком парламентском большинстве вы говорите? Вместе с нашими, с ПРО Молдовой. С вашим участием? Конечно. С социалистами из партии ШОП? Мы не будем создавать коалиции с Дадоном. А с кем вы будете создавать коалицию? Вот об этом мы поговорим тогда, когда наступит время, потому что у нас есть определенные договоренности, что мы не будем это обсуждать. Часть из них, мне кажется, мы видели летом, когда пытались выдвинуть вот ум недоверия правительству. Давайте я не буду сейчас об этом говорить, потому что это преждевременно. Когда нам будет о чем объявить, мы об этом объявим.